Задача определить точки встречи отрезка прямой с поверхностью вращения. В отличие от пирамиды, данная задача решается немножко иным способом. Для того, чтобы просто взять и заключить, допустим, фронтальную или горизонтальную проекцию отрезка прямой в проецирующую плоскость, то мы получим фигуру в сечении, которая может быть совершенно разная. Это может быть и эллипс, может быть это и парабола, а может быть и треугольник. Так вот, давайте построим мы такую плоскость секущую, которая давала бы нам в сечении треугольник. Это будет плоскость, проходящая через вершину. И зададим мы ее с помощью пересекающейся прямых. Затем найдем след этой плоскости на горизонтальной плоскости, построим саму плоскость. Отрезок АБ будет лежать в этой плоскости и, соответственно, определим точку входа и точку выхода. Для этой цели поступим следующим образом. Первое, что мы сделаем, это найдем, где будет след отрезка прямой АБ. Для этого продлим этот отрезок под углом, ну таким как проходит прямая, это у нас 152 градуса. Продлим до пересечения, с линии пересечения плоскостей. Продлили. Продлим проекцию на плоскости горизонтальной, под углом 168 градусов. И продлим мы ее тоже дальше. Затем из точки пересечения опустим перпендикуляр. Следы данной прямой мы получили. Это будет точка проекция 2, сам след и плюс его проекция 1. Мы сейчас построим второй, а потом будем тогда все обозначать. Ну вот один у нас след есть. Теперь нам нужно построить второй. Для этого нам надо задать эту плоскость и задать ее так, чтобы можно было построить след. Для этой цели возьмем на АБ какую-то точку в произвольном месте. Через эту точку проведем новую образующую. Провели. До пересечения с осью. Затем из этой точки опустим линию связи. Ну то есть найдем эту точку на проекции горизонтальной. Эта точка будет находиться вот здесь. Уберем лишние концы отрезков, которые нам не нужны. Теперь проведем проекцию вот этой образующей, что мы изобразили. Проведем ее на плоскости горизонтальной. Значит она будет начинаться здесь в вершине. Проходить через эту точку, которую мы с вами здесь нашли на АБ. Вот таким вот образом. И найдем след этой образующей. След это будет вот. Точно так же отметим проекцию этого следа на фронтальной плоскости. И непосредственно сам след, совпадающий с проекцией на горизонтальной плоскости. На горизонтальной плоскости. Сейчас давайте все подпишем, да, то, что мы сделали. Для того, чтобы потом было нам понятно. Итак, подписываем. Значит, у нас мы взяли на АБ какую-то точку. Ну, точку можем ее обозначить. Эту точку обозначим как С. Проекция 2. На плоскости горизонтальной это будет вот это. Это будет у нас С. Проекция 1. Дальше получили след. Вот это след. Назовем его М. Проекция 2. А здесь будет след М, совпадающий с проекцией М1. Точно так же здесь мы получим след Н. Проекция 2. А здесь будет след Н, совпадающий со своей проекцией 1. Отметили. Ну, а теперь мы имеем в горизонтальной плоскости 2 следа. 1 и 2. Мы можем провести в горизонтальной плоскости след плоскости общего положения, который мы с вами сейчас сделали. Значит, вот что у нас получился. След. Давайте его отметим. Значит, у нас получилось, начиная от вершины до этой точки и до этой. Значит, это след получился у нас плоскости, которую мы задали отрезком А, Б и новой образующей. Вот будет рассекать таким образом. Ну, давайте мы это дело сразу заштрихуем, да, чтобы было нам понятно и видно, что у нас получилось. Вот такая получилась у нас плоскость сечений. А, Б лежит в этой плоскости. И она, соответственно, входит у нас в определенных точках. То есть, это в точке вот один, эта точка, и точка вторая. Это и будут точки входа и выхода. Значит, давайте эти точки построим сверху на фронтальной плоскости проекции. Для этого проведем линию связи из полученной точки вверх до пересечения. Одну линию связи и вторую из этой точки вверх до пересечения. Так, провели. Видимо, здесь не очень, поэтому поправим. Провели, вот ее провели под углом 90 градусов. В тех местах, где пересечения с проекцией А2, Б2, отметим точки. Вот эти точки и будут точки входа и выхода на фронтальной плоскости проекции. Ну, уберем лишние элементы. И здесь точно так же укоротим. Так. Выделим. И растянем. Так, получили. Давайте подпишем эти точки, что мы получили. Значит, это будут у нас точки входа и выхода. Хода и выхода. Ну, давайте эти точки обозначим буквами, каких у нас нет. Например, это может быть у нас Д, проекция А2. Здесь Д, проекция А1. И Е, проекция А2. И Е, проекция А1. Построили. Ну, и теперь осталось единственное разобраться, что мы будем видеть, что мы не будем видеть. Где участки видимости и невидимости. Очевидно, что здесь на горизонтальной плоскости проекции, вот участок между точками Д1 и точкой Е1, он будет невидим. То есть, отрезок прямой входит сюда, и дальше не видно его, и затем выходит. Поэтому мы здесь, вот этот участок, заменим на пунктирную линию. Так, и пунктирную линию от точки Д1 до точки Е1. Ну, чтобы она была у нас правильно начерчена, то мы ее изменим в масштаб. Поставим 0, 3. И толщину его поменяем. Так, сделаем такую, как у нас у отрезка дальше, который идет. То есть, толщина вот здесь 0,30. Так, на горизонтальной плоскости все. Теперь, на фронтальной плоскости. Значит, давайте разберемся. Но обратите внимание, что наша вот эта плоскость секущая, которая получилась, общего положения, она находится за осью. Значит, что? То все, что там есть, от этой точки, от точки вот здесь, и до точки вот этой, все мы это не видим. Поэтому здесь у нас невидимое. Вообще-то, должна была быть что? Вот этот участок между Д2 и Е2. Но вот этот кусочек и дальше, и здесь маленький кусочек, мы тоже не видим. Поэтому здесь мы изображаем пунктирную линию вот от этой точки, от границы до границы. Ну, соответственно, тоже изменим масштаб. Изменим масштаб и толщину линии, чтобы она соответствовала той, что у нас есть. Вот и все. Построены здесь точки пересечения, точки пересечения, отрезка прямой А, Б с поверхностью вращения, в данном случае конусом. Продолжение следует... Продолжение следует...